Оператор машины непрерывного литья заготовок отдела непрерывной разливки стали кислородно-конвертерного цеха Сергей Фасалов был признан лучшим работником ММК по итогам прошедшего месяца. Чем вызвано такое уважительное отношение со стороны руководства выяснил Павел Берсенев. В кислородно-конвертерном цехе работают пять машин непрерывного литья заготовок. Процесс продолжается 24 часа, а это 30 плавок в сутки, 10 за смену. Каждая плавка 350-360 тонн раскаленной стали. Во время разливки металл попадает в так называемый кристаллизатор, где охлаждается и формируется корочка-слитка. Контролировать этот технический процесс я обязан оператор МНЛЗ. С агрегата доводки стали нам передают информацию по плавке. Я ее фиксирую, передаю ее бригадиру. Он определяется, какое тепло ему нужно. Отправляем заказ на печную. Ну и общение с остальными, с диспетчером, с любыми службами, с любыми постами. В числородно-конвертерный цех Сергей Фасалов пришел 21 год назад. Сначала был газорезчиком, а спустя 5,5 лет перевелся на главный пост управления, где и трудится по сей день. За время работы он сам досконально изучил работу цеха и теперь помогает в этом молодым сотрудникам. К слову, даже непосредственный начальник Сергея Равкатовича, мастер участка Александр Калита, сам в прошлом его ученик. Он является наставником молодых рабочих, которые приходят в бригаду, прикрепляются к нему. Он обучает, рассказывает все премудрости своей работы, передает знания, опыт. Воспитал не одно поколение хороших, ответственных сотрудников. Звание лучшего рабочего стало для Сергея приятной неожиданностью. Впрочем, по его словам, такого громкого титула достойны многие сотрудники коллектива. Коллектив достаточно молодежный, в принципе дружный. У меня со всеми отношениями, слава богу, теплые, нормальные. Очень хороший человек, отзывчивый. В любое время может подойти на помощь, как говорится, как бы не спросил, какая бы ни была ситуация. Так что безотказный во всем. И как работает, как говорится, положительный человек вообще во всех отношениях. Павел Берсенев, Влад Набиев, телекомпания ТВИН.